Музыка После того, как я закончила училище музыкальное, я поступила в Институт культуры Московский, и потом перевелась в Киев, и Киевский институт культуры я уже закончила. И после окончания института по распределению я попала в город Луганск, в областной центр народного творчества, старшим научным сотрудником, где я работаю по сей день. В то время, когда я пришла на работу работать в областной центр народного творчества, у нас был очень молодежный коллектив, очень много девчонок, веселых, здоровых, интересных. И наступил период, когда в свадьбе одна из подруг выходила замуж, пригласила меня на свадьбу. На свадьбу произошло знакомство. Любовь с первого взгляда, так получилось. У подруги была свадьба, мы пришли со своим другом. В общем, все началось так, начались танцы потом, и здесь появилась эта женщина. Вся веселая, вся такая пышная, вся веселая, обалденная женщина, короче. Ну, как говорится, я на нее глаз положил. Ну, после свадьбы нас развезли автобусом, она куда-то пропала, короче. Ну, я на этом не остановился, нашел ее. Мы с ней неделечку где-то повстречались, она уехала на море отдыхать. Где-то месяца полтора ее не было. Потом я ее опять нашел. Он был очень симпатичный, такой голубоглазый, очень внимательный, очень нежно так смотрел на меня, слушал все, что я говорила, наблюдал за мной, как я себя взяла. И, в общем-то, был все время подлиннее, отступал, так сказать, дальше одного шага от меня в этот день и в последующие дни тоже. Когда он пришел ко мне, я жила в общежитии, он пришел ко мне и говорит, как бы я хотел, чтобы ты каждый день была, маячила перед моими глазами в домашнем халате. Вот так прозвучало его предложение. Свадьба была интересная. Мы в ресторане это все отмечали дело. Ну, весело было очень. Там всякие разные воровство туфлей. Она танцевала, помню, в мужских ботинках 45-го размера. Ну, в общем, неплохо все было. Мне понравилось очень. Только вот один момент. Нас все время поднимали, там две ведущие были, ее подружки. Выпить успевала, закусить не совсем так получалось. Ну, во-первых, я должен был с работы домой все время проходить. Такие-то заботы, все семейные, там то купить надо, то купить. Раньше об этом не думал. Потом появилась у нас Олечка. Вообще трудно стало. Особенно сложности начинаются большие, когда, конечно, ожидается ребенок. Это очень большие сложности. Потому что когда вдвоем, все как-то легко и просто, все еще продолжается. А год этот до рождения ребенка, это все еще такое восторженные чувства. Это прогулки, это походы, так сказать, к друзьям. Это кафе, это все так легко, хорошо, природа. А вот появляется ребенок, и уже ты не можешь пойти туда, куда ты хотел. Потому что ты уже обязан уделить ему внимание. И хорошо, когда все хорошо. Я имею в виду, когда ребенок здоров, а когда он заболевает, то, естественно, переживаешь эти ночи бессонные. И проблемы недосыпания, этих кашек, малашек. В общем, все это нужно пережить вместе. И вот здесь как раз очень важно, чтобы супруги понимали, друг друга и поддерживали. В общем, проблемы для нас совершенно не стояло, кто мальчик или девочка. Было все равно, но мы были очень счастливы, когда родилась дочь. А имя у нас было уже готово сразу для дочери. Поэтому первую записку, которую папа передал нам в палату, это целую моих девочек и маленькую доченьку Олечу. Должна признаться в том, что у меня наступил в жизни, я влюбилась второй раз, собственно, в мужа. То есть вот так вот, не знаю, произошло. Он был такой, он мне все время хотел, уговаривал, уговаривал, что вот давай второго ребенка, давай же так учиться сына. И он был такой внимательный, такой нежный, такой заботливый, такой предугадывал какие-то мои желания. Я опять, пожалуйста, посмотрела на него широко открытыми глазами, что какой у меня все-таки замечательный муж, какой он внимательный, что надо все-таки доставить ему эту радость и подарить ему сына. В общем, уговорил он меня, честно вам признаюсь, уговорил, не смогла я устоять. Когда я пошла делать УЗИ к врачу, делала очень обаятельная женщина, которая положила меня на кушетку и говорит, да здесь мальчик, еще один мальчик. Я пришел с работы, она ходила на УЗИ, перед декретом, она должна была пройти УЗИ. И она пришла домой, я у нее спрашиваю, кто? Девочка, она говорит, нет. Говорю, мальчик. Она говорит, нет. Я говорю, а кто ж тогда? Но она мне дала это заключение у врача почитать. Я читаю, у меня в голове все такое. Говорю, нет, ты сама мне прочитай, я буду тогда все узнать, короче. Ну, она же мне начала читать, что так и так, два плода. Я сразу сел, посидел, помолчал чуть-чуть. Ну, потом начал звонить своим кумовьям, похвастался, они все приезжали ко мне сразу. Когда я ее отвез в роддом уже утром, это в пять часов утра было, потом поехал на работу сразу и сел на телефон и постоянно названивал, что там есть кто-нибудь, нет. Ну, а потом где-то около восьми часов утра мне сказали, да, у вас два мальчика родились. Как? Ну, и все, ну, как, обрадовался я очень. Гордость такая у меня сразу проявилась. Доволен собой, остался просто. Ну, во-первых, я хочу, чтобы они стали честными ребятами. Добросовестно работали обычно, чтобы всегда они были честные во всем, как ихний папа. Мы учимся во втором классе в сорок четвертой школе. Какие любимые предметы? Ну, рисование, там, математика, русский, английский. А кто из вас лучше учится? Я. Мы занимаемся танцами. Какую музыку вы любите, ребята? Вот вы такие современные ребята. Какую вам нравятся, может быть, группы какие-то? Какую музыку? Ну, скутер. А мне отпятые мошенники. Я хожу в цирк. Там занимаюсь акробатикой, гимнастикой. В основном у меня номер, я кручу обручу. Кем ты хочешь работать? Я хочу стать адвокатом или юристом. Почему? Ну, адвокаты и юристы, они как умные люди, зарабатывают хорошо. Ну, вообще, хотелось бы у меня детей было, ну, не больше трех. Такая дружная. Все друг друга любят. Ну, чтобы мы с моим мужем любили друг друга, вот как мама с папой. Наша фирма «Славутит сервис». Она занимается продуктами для хлебопечения и кондитерских изделий. Я работаю в этой фирме водителем, экспедитором, можно так сказать. Когда я попала работать в областный центр народного творчества, конечно, для меня были многие моменты непонятны. Потому что очень обширный объем, как бы, деятельности. Наша работа состоит, чтобы как-то рассказать людям. То есть мы делаем какие-то буклеты, помогаем репертуарам. Рассказать людям, другим рассказать многим через газету, через телевидение. Мы часто проводим областные мероприятия, концерты, праздники, фестивали. Открывать, открываем новые таланты. Помогаем этим талантам открыться и засиять на небосводе. И очень приятно, когда вот эти встречи в городах и районах, ну, скажем, переходят просто от встреч в теплые дружеские отношения. И у меня был просто в жизни такой случай, когда неожиданно совершенно, на день рождения ко мне приехал коллектив поздравить меня с днем рождения. Я настолько была растрогана, я не могла даже говорить. Вашей семье какой самый любимый праздник? Ну, все-таки, наверное, Новый год. Потому что Новый год, всегда мы ждем чего-то нового, необычного. И все ждем, все семьи обязательно. Еще ни одного Нового года не было, чтобы мы встречали раздельно. Да, у нас получился очень урожайный декабрь месяц. В декабре месяце у нас родилась дочь. Сначала мы в декабре месяце поженились. И в декабре месяце родился мой муж. И в декабре месяце родился его отец. То есть все вот такое вот буквально очень насыщенные события. Давайте поднимем бокалы. Мы сегодня собрались в такой уютный вечер. На улице там холодно, у нас сегодня тепло, светло. И событий и повода у нас много. В первую очередь хотелось бы пожелать нашей супружеской паре Труниных благополучия, семейного счастья, удачи и материального достатка. Чтобы дальше вы понимали друг друга, чтобы было у вас все хорошо, чтобы детки вас радовали, росли своими успехами, доставляли вам радость. Давайте за 15 лет какая-то медная свадьба. Ну, давайте так сказать, мы пьем так. Именно ваше благополучие, ваше теле. Отже мы с вами познайомились.